Привет любителям хорошего кино. Меня зовут Дмитрий Батицкий, и хотя я смотрел первые две части Тора, они прошли мимо меня стороной. Все эти очеловечные божества и разные миры – это далекая для меня тема, но третий Тор выглядит более приземленным, более ярким и захватывающим. Также меня порадовала новая стрижка Тора. Не думал, что Флюгеге Хайман способен так хорошо повлиять на человека. В целом фильм хорош, но сюжет разворачивается скучновато, поэтому его разбавили обильным количеством юмора, к месту и не совсем. Рагнарёк нацелен на более взрослую аудиторию, но для этого не хватает драмы. Множество серьезных моментов затмили искрометные шутеечки. Также из-за этого не было ощущения безысходности и переживания за персонажей. Вот что и породило скуку. Я редко обращаю внимание на спецэффекты, так как в наше время никого не удивишь лютым экшоном, но Рагнарёк даже меня поразил своими довольно эпичными замесами под великолепный саунд. Эти сцены производили неплохую встряску сюжета и возвращали внимание зрителя. В итоге получилась эдакая позитивная история про приключения Громоверца и его друзей. Это безусловно хорошо, но фильм можно было бы сделать еще интереснее. В картине есть множество вещей, которые не мешало бы объяснить. Вот, например, всем же интересно, почему Халк вдруг научился говорить. Или, например, кто такая Хэлла? Ее же тупо закинули в сюжет и объяснили это тем, что Один вычеркнул ее из истории. Ну так можно что угодно придумать. В Торе сама по себе вдруг пробуждается могучая сила и сразу несколько ключевых персонажей случайным образом встречаются на совершенно рандомной планете. Как все удачно совпало. Все эти моменты можно было превратить в фундамент картины и тем самым поднять ее уровень. Зато концовка была просто великолепна. Она и выглядит круто и в то же время обуславливает взросление и переход на новый уровень как самого Тора, так и все его команды и киновселенной в целом. Очень достойно. Несмотря на все недочеты, фильм произвел на меня довольно хорошее впечатление. Прям на восьмерочку. Смотрите фильмы сердцем, но мозг не отключайте. Ну а теперь вторая часть обзора для тех, кто уже смотрел фильм. Антиспойлерный режим заканчивается через 5, 4, ребята я его держу, 2, 1. Для Marvel характерно гиперболизировать возможности одного персонажа, преуменьшая способности других. Это читерский прием, позволяющий создателям как-то продвигать сюжет. Именно таким образом Тор с легкостью навалял Суртуру. Это был безусловно крутой эпизод, но немного глуповатый. Все произошло слишком просто. И вся эта ситуация является сценарным инструментом, неким ружьем, которое должно было выстрелить в конце фильма. И еще как выстрелило. И вот тогда уже Суртура было не остановить. Еще мне кажется неоправданной потерей глаза Тора. Будто это сделано только для того, чтобы бог Грома стал внешне похож на своего отца. Вот если бы Тор встал перед выбором, либо потерять глаз, либо потерять друзей, или к примеру, его бы лишил глаза неконтролирующий себя Халк во время схватки на арене, то это произвело бы еще большее впечатление на зрителя. Еще мне непонятно, зачем Хэлла вербовала армию Асгарда, если потом в одиночку стерла ее в пух и прах? Зачем ей нужны манекены, которых может остановить кто угодно? И почему кожу Халка смог прокустить этот Шакал, если его можно ранить только неразрушимыми металлами вроде Адамантия или Вибраниума? И самое главное, почему бога Грома может вывести из Троя Электрошокер? Да это то же самое, что и Суртура бензином обливать. Зато мне очень понравилось, что Тор сам решил устроить Рагнарек, да и вообще мысль о доме очень хорошо приукрасила картину. Дом нужно защищать, но не ценой вымирания своего народа, поэтому отправиться со своим народом строить новый дом – это взрослое решение. Также я был в восторге от падения беннера на мостик с последующим нападением на Суртура. Эти приколы пробиваются за секунду до, отчего становятся в разы смешнее. А какие шутки понравились тебе? Напиши об этом в комментариях. По ссылке вверху справа находится плейлист со всеми моими видео. Выбирай, что нравится, подписывайся на канал и ставь лайк, если хочешь, чтобы Хэла поддержала и твой молот тоже. А главное помните, смотрите фильмы сердцем, но мозг не отключайте.